В администрации Амурского муниципального района подвели итоги исполнения бюджета. Об итогах исполнения бюджета Амурского муниципального района за 2015 год и задачах по исполнению бюджета района на 2016 год собравшимся поведала начальник финансового управления администрации Надежда Руденко. Основным источником формирования доходной части местного бюджета продолжает оставаться налог на доходы физических лиц. Он оставил 478,1 млн. рублей или 62,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Второе место по объему поступления занимает налоги на совокупный доход 50,7 млн. рублей или 6,7%. Налоги на имущество 6,8%, госпошлина 1,8%, налоги на товары, работы, услуги 1,7% и неналоговые доходы составляют 20,2% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов. Задания по мобилизации выполнены на 102,8%, в том числе по налоговым доходам 100,8%, по неналоговым 11,3%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления доходов в консолидированный бюджет увеличились на 67,1 млн. рублей. Налоговые поступления увеличились на 8,2%, составили 607,2 млн. рублей. Неналоговые на 15,8% составили 153,9 млн. рублей. Самая большая статья расходов бюджета приходится на управление образованием. О итогах исполнения бюджета и задачах на текущий год рассказала заведующая отделом планирования и отчетности управления образованием Лариса Шмагун. Исполнение бюджета составило 1,114,320,000 рублей, или 98,8% от суммы утвержденных бюджетных назначений. Как администратору доходов бюджета управления образованием в 2015 году поступило субвенции, субсидии и иных межбюджетных транспортов в сумме 664,316,000 рублей, что составляет 59% от общей суммы бюджета утвержденного управления образованием. Структура этих субвенций такова. На исполнение переданных полномочий 654,146,000 рублей, на софинансирование расходных обязательств муниципального района в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования 9,732,000 рублей, и на проведение краевых мероприятий 436,6,000 рублей. Это получила школа номер 3 премию по итогам конкурса за работу с одаренными детьми 150,000 рублей и выделены были средства крайним бюджетом на проведение ЕГЭ 277,6,000 рублей. По итогам докладов было отмечено, что даже при том сокращенном бюджете все задачи были выполнены.